Дорогие друзья, у нас конкурс. Армяне всегда славились своим патриотизмом и единством. Уже говорилось, что цель нашего канала – собрать как можно больше людей, чтобы признать геноциды армян. Искренне очень просим вас поддержать наш проект и подписаться на канал Великая Армения, нажав на колокольчик. Также оставляй комментарии под этим видео и будешь иметь возможность выиграть небольшой подарок от нашего канала. Подробнее об этом в конце ролика. Поехали! Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы расскажем о человеке, роль которого в жизни Нагорного Карабаха сложно переоценить. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, кто потерял главную роль в Нагорном Карабахе с уходом Самвела Бабаяна. У нас еще есть много чем вас удивить, поэтому нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. А если вы являетесь нашим подписчиком, спасибо вам огромное! Обязательно досмотрите это видео до конца. Мы начинаем! Поехали! Самвел Бабаян родился 5 марта 1965 года в Степанакерте на Горно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. С 1982 по 1985 после окончания школы проходил воинскую службу в группе советских войск в ГДР. С 1986 года работал на Степанакерском промышленном комбинате, а уже в 1988 году началась его политическая карьера. Он присоединился к движению Миацум, выступавшему за воссоединение НКО с Арменией, также записавшись в один из отрядов самообороны армии Нагорного Карабаха. С 1989 по 1991 годах Самвел Бабаян уже командовал 2-й Степанакерской добровольнической ротой, а также входил в число руководителей Центрального подпольного штаба. В июне 1991 года, в период проведения операции «Кольцо», Самвел Бабаян был арестован и больше полугода находился в тюрьме Баку. А после освобождения 26 марта 1992 года Самвел Бабаян вошел в число членов Комитета обороны Совета министров Нагорного Карабаха. В дальнейшем стал членом Комитета самообороны. В этом же году он получил еще одну должность. Сначала он вошел в состав Государственного комитета обороны Арцаха и позже стал заместителем командующего сил самообороны Нагорного Карабаха. С 1992 по 1993 года был первым заместителем председателя Комитета самообороны. А с 1993 по 1999 года занимал пост командующего армии обороны Нагорного Карабаха. В период активной фазы Карабахской войны Бабаян был одним из тех, кто в 1992 году разработал план военно-освободительных действий в Шуши и возглавлял одно из четырех шушинских боевых наступательных направлений. Под его командованием с 1992 по 1994 года было освобождено семь районов. 5 мая 1994 года Самвел Бабаян от имени Нагорного Карабаха подписал Бишкекский протокол о прекращении огня. Результатом подписания протокола стало прекращение военных действий между Нагорным Карабахом и Азербайджаном 12 мая 1994 года и завершение Карабахской войны. С 1995 по 1999 года занимал пост министра обороны Нагорного Карабаха, входя в число членов Совета безопасности при президенте Нагорного Карабаха. А в 1997 году за свои заслуги по организации защиты Нагорно-Карабахской республики, проявлению мужества и личную отвагу Самвел Бабаян был удостоен высшего звания Герой Арцаха с вручением ордена Золотой Орел. 14 декабря 1999 года на площади перед домом правительства Нагорного Карабаха произошла потасовка между премьер-министром Нагорного Карабаха Анушованом Даниэляном и Самвелом Бабаяном. Спустя несколько дней Самвел Бабаян подал в отставку. Этот эпизод и последующие события, связанные с арестом Самвела Бабаяна и его сторонников, положили начало постепенному уменьшению политической роли военных в Нагорном Карабахе. 26 февраля 2001 года Самвел Бабаян был приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества и направлением в колонию строгого режима, 5 из которых с отбыванием в тюрьме. После 4,5 лет заключения в тюрьме в Шуши Самвел Бабаян был помилован властями Нагорного Карабаха ввиду его ухудшающего здоровья. В том же году после освобождения Самвел Бабаян основал в Ереване информационно-аналитическую общественную организацию «Хачмирук». Во второй половине 2007 года партия приняла решение о самороспуске и объединении с партией Рамковар-Азатакан. В 2015 году в ходе выборов в Национальное собрание Нагорного Карабаха оппозиционная партия Национального возрождения во время предвыборной кампании заявила, что их поддерживает генерал Бабаян. А уже 5 июня на митинг в Сепанакерте вышли сторонники генерала Бабаяна, потребовавшие назначить его главой Минобороны Нагорного Карабаха. 22 марта 2017 года Самвел Бабаян был взят под стражу. И уже 26 ноября 2017 года суд призначил причастность Бабаяна к ввозу ПСРК в Армению и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Мы надеемся, что органы национальной безопасности и следствия, присоответствующие политической воле власти, способны будут объективно подойти к делу генерала Бабаяна и не изолировать его на определенные годы, а вернуть в строй в качестве важного партнера и военного инспектора, чьи интересы определяются интересами Арцаха и Армении. А на этом у нас все. Пишите свои мнения в комментарии под этим видео, также ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи! Данный человек получает значок с символикой нашего канала или значок с флагом Армении или же незабудкой на выбор. Так что победитель, напиши нам на почту и мы отправим тебе посылку. Доставка действует по всему миру совершенно бесплатно. И да, в этом видео мы снова разыграем значок, поэтому ставь лайк и напиши комментарий, если хочешь участвовать и поддержать наш канал. Победитель определяется случайным образом. Также, если помимо конкурса вам есть что сказать, обязательно пиши свое мнение в комментариях, нам очень важно его услышать. Подарок это лишь небольшой презент от нас, надеемся на понимание. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok